Всем здравствуйте! Я сегодня хотел рассказать о некоторых изменениях в компании, которые произошли на самом деле еще осенью. Просто долгое время о них официально не сообщал на такую широкую аудиторию. Нужно было посмотреть, как там у нас все происходит непосредственно. Но на сегодня очевидно, что все нормально, все хорошо. Поэтому мной было принято решение назначить Юлию Бочарникову на должность исполнительного директора компании «Этажи». До этого она у нас большой путь в компании прошла. Уже почти 5 лет, если не ошибаюсь, да? В январе будет 5 лет. В январе будет 5 лет, да. То есть пришла сначала, занималась проектной работой. Затем работала в должности директора по маркетингу. Очень успешно, на мой взгляд, просто на новый уровень маркетинга компания вывела. И потом мной было принято решение, скажем так, ее назначить куратором сразу же трех департаментов – маркетинг, HR и продажи. И в роли исполнительного директора. Назначение не просто так, понятно, что я долго смотрел. Было очень много достойных кандидатов, поверьте на слово. Я так где-то полгода последних выбирал, присматривался. Вообще такие назначения на очень высокий уровень в таких больших компаниях, как «Этажи». Это такой сложный такой процесс, знаете, такой вот неоднозначный. Хотел немножко про Юлю рассказать. Она у нас до этого работала в Запсибкомбанке. Долгое время, по-моему, 12-14 лет. 13 лет. Себя там тоже прекрасно проявила. Потом, к сожалению, Запсибкомбанк был куплен в ВТБ. Юля уже, понимая это, перешла где-то к нам ближе, к концу истории. Также Юля у нас прекрасно образована. Помимо, понятно, университетов России, закончила еще у нас австрийский университет. Заочно, правильно? Ты там училась, да? Да, училась. Выездные сессии были. Тоже прекрасно себя проявила. Выиграла, кстати, грант по России на обучение, между прочим. Также мы вместе с Юлей уже и в Америку ездили. Там тоже в Кривневой долине были во всех компаниях больших. Вы знаете, как она себя проявила в работе? Самое важное, я увидел четкость целей, понимание движения, правильное воспределение ресурсности, хорошее отношение к командам. Я считаю это очень важно. Любовь к риэлторам, потому что, ну, все знают и считают, что это основное. Нужно любить риэлторов, любить коллег, к людям относиться очень положительно. Иначе в нашем деле ничего не работает. Просто ты можешь быть, вот я не знаю, гением каким-то, но ничего у тебя не получится. Так же у нас получается, ну, исполнение директора компании в период моего отсутствия будет так же исполнять руководство всей компании. И автомат там попадает на кадровый резерв на место директора, то есть на мою. Понятно, дело серьезное, но я не сомневаюсь, что у Юлии все получится. Льду я там пару слов буквально. Первое хочется сказать. Я благодарна за оказанное доверие. Для меня это, как для человека, очень большой вызов. И те стратегические цели, которые стоят перед компанией, масштабные, за них нужно отвечать. И в основе них будет лежать команда и любовь к риэлторам. И хочу сказать, что Ильдар Бышев очень такое важное качество, подчеркнул, это любовь к команде. Если посмотреть мой презентационный слайд на команду, отмечено, что это любовь к людям, это мое основное качество. Я считаю, что на них базируются все наши стратегии и достижения. Поэтому спасибо. Будем вместе реализовать сложную стратегию компании «Это ЖИП». Слушайте, да, ну я вот еще добавлю. Юля очень, на самом деле, разнообразный человек. Мы с ней-то уже давно знакомы, потому что я с ее мужем в хороших отношениях дружественных. Вот, и, ну это понятно, никак не влияет на, все знают, я всегда назначаю только по профессиональным признакам, да, и увольняю тоже. Вот, у меня такой принцип, что я считаю, работа есть работа, это никак не связано с какими-то другими вопросами. Вот, у нас Юля и спортсменка, да, значит, на пианино играет. Была, кстати, вице-мисс Тюмени, да, в свое время. Ну, это было давно, много было. Было, 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 я помню. Вот, то есть, ну, разносторонняя развихая личность. Там много читая, да, ну, то есть, мне кажется, что, если человек талантлив, талантлив во всем. Это абсолютно точно. Поэтому, Юль, давайте пожелаю удачи. Спасибо. Я уверен, все будет хорошо. Спасибо большое. Молодец.